Привет, друзья! Недавно вам представили пилотный выпуск нашего шоу. Спасибо за ваши шикарные отзывы. Благодаря им мы знаем, в каком направлении двигаться. Представляем вам второй эпизод. Поехали! Мы снова собрались в нашей уютной студии у большого уфимского Ха. Ну и повод собраться сегодня достаточно весомый. В КХЛ начался плей-офф, и Салават Юлаев провел первые матчи с «Трактором». И об этом, наверное, стоит поговорить. Представлю наших сегодняшних гостей. Вице-чемпион высшей лиги. А сейчас тренер хоккейной школы Уфа Дмитрий Цибин. Сибирно известный художник, хоккейной карикатурой которого ненавидят в Казани магнитки и омски, но обожают в Уфе. Камиль Бузыкаев. Ну, за Салават Юлаев. Ну и человек, променявший трактор на Салават Юлаев. Обозреватель портала про Уфу Екатерина Щуркова. Всем спасибо, что пришли. Ну и, наверное, да, в первую очередь, какие впечатления у всех от домашних матчей? Не самое, скажем так, удачное начало получилось. Хотелось бы у Дмитрия, в первую очередь, как у специалиста, спросить все-таки, что помешало Салавату так хорошо начать? Ну, помешало, что помешало. Тут понятно, что плей-офф слабых соперников-то не будет, и тракторы подошли организованно к этим играм. Первую игру мы видели, они максимально старались не давать нашей первой пятерке сыграть, что-то создать. И в целом, в общем, у них получилось. Несмотря на то, что вроде мы и перебросали, но все-таки много они не дали нам сделать, много таких моментов создать. Ну да, мы, наверное, изначально все понимали, что простой этой серии и быстрой она не станет. Но вот мне показалось, что даже не столько они вот именно первую пятерку закрывали, сколько они против всех пятерок играли одинаково активно, и, в общем, не давали играть не только первую нашему звену, но и остальным тоже. Единственное, четвертого звена оказалось, что чуть больше свободы, да, и Владислав Картаев неожиданно... Два голода забил в обоих матчах, да. Стал лучшим бомбардиром и снайпером некоторое время, да, потом Хартиканин догнал. Камиль, как вам начало? Ну, не знаю, мне как болельщику Салавата, конечно, хотелось бы, чтобы мы выиграли обе игры. Только вот мы опять натолкнулись на такой хоккей, который абсолютно не подходит Салавату и Улаеву. Да, вот мы это видели раньше, допустим, Белельдиновский он какой-то такой, закрытый, осторожный, аккуратный. Салават такой игры не любит. Вот то ли дело с авангардом в прошлом году, там, аж искры из глаз, да. Ну, вот такой соперник. Ну, мне кажется, что Салават должен пройти, потому что, ну, как бы добро всегда побеждает зло. Действительно. В нашем случае зелёные должны быть чёрные. Ну, конечно. Ну, и вот меня интересует вопрос. Ну, вот такая вот компактная оборона, да, и всегда готовая, причём, перейти в контратаку. Самое главное, что невозможно расслабиться с ними. Дмитрий, надо в своей карьере сталкиваться с такими соперниками. Как играть вот с такой командой всё-таки? Потому что, на мой взгляд, пока Салават не нашёл окончательного рецепта. Ну, тут сложно сказать, как играть. Конечно, когда против тебя играют в обороне, вязкая игра, вольно-невольно подстраиваешься тоже под этот темп. И здесь вот как раз так часто такое бывает. Вот то, что они... Всё-таки я настаиваю на том, что первую пятёрку больше как вязали, больше провоцировали, больше там силовых старались оказать. В таких моментах, в таких матчах часто выходит вот как раз третье-четвёртое звенья на первый план. Вот что мы и увидели. Дополнительное время появляется, возможности наши ребята проявляют себя. Поэтому здесь вот, наверное, хотелось бы увидеть под первым, вот от этих ребят, и в дальнейшем, чтобы они помогали нашим лидерам, потому что им будет непросто и в следующих матчах. Ну вот Трактор как раз затягивает в свой темп, пытается Салават затащить. Нужно ли Салавату всё-таки играть по сопернику, или нужно вот свой навязывать, пытаться всё-таки в более атакующей манере стараться играть? Ну, пытаться-то, конечно, нужно, да. Но надо понимать, что да, они их вытягивают на контратак. Мы видели, вот Кравцов вообще со вбрасывания убежал, добавил ногами в первой игре и попал хорошо. Да, под дальнюю штангу бросил. Поэтому, конечно, стараться по возможности надо свой хоккей играть. Но когда вот так команда закрыта, сложно как бы играть в атакующий хоккей, когда одна команда постоянно закрыта. Как сказать, есть такие команды, которые и сами не играют, и другим не дают, и вяжут. То есть, и когда на этом уровне начинаешь играть, а мы не привыкли, как Камиль сказал правильно, у нас хоккей, философия хоккей, слава Тюлаева, другая, атакующий, созидательный, мы всегда больше. Поэтому непросто нашим ребятам, безусловно, будет непросто. Ну, будем надеяться, что они справятся с этой непростой задачей. Дмитрий, ну вот у меня вопрос с точки зрения женского хоккея такого. Скажите, как вы можете по-простому для наших зрителей назвать, обозвать тактику челябинского хоккея, тактику трактора? Ну, по-простому игра от обороны. Игра от печки, есть такое хоккейное выражение, хоккейный термин. Игра от печки, то есть, безусловно, у них прежде всего максимально не дать нам ничего сделать, сыграть строго в обороне, постараться не удалиться, постараться жестко, по возможности, даже провокационно сыграть против наших лидеров, где-то, может быть, даже грубо, на грани фола сыграть, постараться вывести их из морального равновесия, из психологического равновесия. Задача такая. У них игра от обороны, игра от печки. С вашей точки зрения, это правильная тактика, правильный хоккей? А тут нет такого правильного, неправильного плей-оффа. Уже тут такой наступает момент, что, как сказать, выиграть любой ценой. Без разницы. Тут никакой эстетической красоты, никто от кого не ждёт. Тут важен только результат в этих играх. Поэтому правильно будет тактика та, кто выиграет дальше. Правильный тот хоккей, который приносит результат. Но вот мне ещё один момент интересен. Мы Салават предыдущие сезоны начинали в гостях. И было полегче. Вот преимущество своего поля, которое в этом году Салават завоевал в регулярке, не оказалось ли оно, наоборот, проблемой для команды? Ну, пока мы не можем ничего сказать. Только началась счёт 1-1. И в целом мы уже преимущество поля потеряли. Мы вернулись, когда ты начинаешь играть, если сыграл пополам, то, по сути, ты уже потерял. То есть, если следующая у нас идёт серия до трёх побед, мы начинаем у трактора в гостях. Мы это преимущество уже потеряли. Поэтому тут сложно сказать, как это сложится. Посмотрим. По итогам серии мы сможем уже это оценить. Ну, просто есть такая у меня версия. В общем, многие высказывали, что Салават в первом матче просто перегорел. То есть, очень готовились, очень хотели. Плюс давление трибун. И вот как раз, может быть, в гостях было бы легче начинать. Насколько всё-таки вот это возможно перегореть и, наоборот, то есть трибуны помешать? Такое бывает, да. Бывает при своих трибунах слишком заряжен. И эта излишняя заряженность, она выходит, так сказать, боком. Где-то удаление на эмоциях возникает. Где-то не хватает холоднокровности при завершении момента в такие, когда слишком-то накален страстями вот этими. Поэтому, ну, возможно, и такой вариант, да. Ну, я отмечу, как бы, что полностью не получилось мне игру посмотреть. Уже посмотрел там с концовки второго периода. Ну, Трактор как бы пытался свою игру всё-таки навязывать в первой игре. У него получалось это. Ну, в общем, и во второй, наверное, где-то половину матча у них им это удавалось. Но вот тот хоккей, который Салават Юлаев показал во втором периоде, может быть, где-то половину периода, и в овертайме, насколько вот команда способна, на ваш взгляд, именно зафиксировать и сыграть вот в такой хоккей, который результат даёт. То есть Салават сможет дальше играть вот так, как во втором вчера играл? Ну, я думаю, что вот по индивидуальному мастерству игроков Салават, он... Ну, сплошные имена. Ну, что там... Даже последний гол Хартиканина, если посмотреть, там... Он выдал такой пас, он между ног у своего и у защитника успел же это пропустить, а Хартиканина всё это ещё и увидел, что к нему шайба летит. Понимаете, это вот... Ну, не знаю, это мастерство или сыгранность, хотя вроде вот первый сезон играют, да там... До этого же они нигде не играли вроде. Это же очень круто. Мне вот это даёт не то, что надежду, я бы сказал, даже уверенность какую-то, то, что можно, конечно, да, вот это как пятикласснику с десятиклассником бороться. Ты можешь упереться там рогом и пытаться его победить и держаться там, ну, минуту, две, три, но в любом случае он тебя сомнёт. Я считаю так. Тут, сравнивая двух соперников, такой закрытый, аккуратный трактор и такой, как всегда, ну, активный, гусарский такой, скажем, да, Салават, мне кажется, что это в интересах не только уфимцев, но и челябинцев, чтобы вот Салават продолжил дальше играть, а не играли бы эту бельдиновщину там вот, которая, ну, надоела же всем, даже даже Казани, да, вот. Она теперь тоже, теперь придерживается другой философии, а это акбар совсем другой. Я считаю так, что чем веселее, тем лучше для всех, в том числе и для челябинцев. Нам, дам, как зрителям, конечно, хочется, да, много шайб, чтобы было весело. Ну, сейчас наступило время внести немного хаоса в наш упорядоченный разговор и посмотреть хоккейный репортаж, который подготовила Екатерина. Мужчина, здравствуйте. Добрый день, вечер. Серьезное заведение. Какой игрок? Большой фильм «Киха». А что происходит? Играем с «Салтвилаймфой». Тоже гостеприимные. Тоже гостеприимные. Продуют они сегодня. Трактор-чемпион. Приехали из Москвы. Очень нравится. Первый раз у вас здесь в Уфе. Вот так вот играем. А с чем приехали-то? Приехали к друзьям в Уфу. Сходить в уфинские бани и на Салават Юлаева. Привет. За какую команду болеешь? Я, конечно же, болею за команду Салават Юлаева. Надеюсь, что он сегодня победит. Ведь для этого я здесь. Почему здесь люди ходят в белых майках с символикой медведя какого-то? Не знаю, они ошиблись, наверное. Им скоро уже выходить. После первого периода. Мы первый раз на этой трибуне. Почему все в медведях? Ну, медведь наш символ. Вот. Медведь нам помогает выигрывать. Он сильный. Вот. И поэтому мы медведи. И мы готовы всех порвать. Скажите, а чем Челябинский трактор смазывает свои шестеренки? На льду смазывают, наверное. Я не знаю. Льдом? Кровью соперника. Любовью зрителей. Да, в общем-то, они у нас смазаны. Весь сезон неплохо. Вот. Нам не нужно дополнительную смазку какую-то. У нас профессиональная команда. Профессиональная бригада, так сказать, смазчиков, которые, в общем-то, работают в течение всего сезона. Вот. И дополнительной смазки нам никакой не нужны. Не знаю, чем смазываю трактор своим шестеренки, но я же помазываю чешминским маслом. Скажи мне, что все-таки повлияло на то, что нам забили гол? Повлияло, повлияло в пробке, наверное, Уфы, которые… Не, если шутка, ну, смотрите, это плей-офф, во-первых. Это другая игра, другое настроение, и я… Ну, видно, что все мы волнуемся. И наши хоккеисты, бравые, они очень понимают, какой… Главное, что вот здесь, чтобы эмоции не… Эмоции, и, конечно же, какое-то волнение, чтобы отступило. Самое главное, разум четко. А так все будет хорошо. Я даже знаю, кто выиграет. Потом скажу. Извините, здравствуйте. Здрасте. А сегодня сборная Бразилии играет? Конечно, как всегда. А с кем? С трактористами. С трактористами. Бразилия с трактором? Конечно, конечно. А на кого ставите, кто победит сегодня? Бразильцу, только на салаватских бразильцев. А где красивее девушки, в Уфе или в Москве? На любителя. А в Самаре. Подгорает? Нет. Подгорает? Конечно, подгорает. Сердцем, как говорится, болеем за них. А ты куда стоишь в очереди? Попить… пить хочется. Девушка, здравствуйте. Скажите, где симпатичнее парни, в Салавате и Лаеве или в тракторе? Конечно же, в Салавате и Лаеве. В Салавате. В Салавате, конечно. Естественно, утро. У Салавата. Салават. А брачный период у тебя уже тоже идет? А почему такой счет? Ну, это только пока. Скоро будет по-другому. В нашу пользу. Поэтому у нас сегодня на Бразилии. За кого болеете? Конечно, за Салават. Всем сердцем за Салават? Конечно. Конечно, всем сердцем за Салават. Ну вот, посмотрели мы сюжет, немножко разрядили обстановку, немножко серьезности убавили. И, я думаю, наверное, с Камилем надо поговорить о карикатурах. Это вот 18-го года карикатура. Не удалось тогда Григорию этот трактор разобрать. Почему нет пока новой к трактору? Пока ничего не интересного, ничего? Ну, я почему-то вот сейчас, видимо, подсознательно как-то боюсь сглазить, что ли, раз в 18-м году не получилось. Наверное, так. Ну, и трактор, ну, что трактор рисовать? Другое дело, авангард. Нарисовал курицу, всем понятно. Или кошку нарисовал. Причем, чем страшнее, тем лучше для окружающих получается. Вот, пока так, ну, что-нибудь надо бы, да. Ну, у меня вот просьба к Григорию, вот она так и осталась. Разобрать трактор, да? Не было сейчас тогда, так теперь надо закончить, да? Да. Ну, вот некоторые карикатуры получаются довольно жесткими. В соперниках там, да, вот как раз там Кошки, Авангард. Пролис, я помню, Магнитогорские боковали там вообще. Вот, а вот от чего зависит отношение к соперникам? То есть какое-то личное сложилось? Нет, зачем. Тот же Челябинск, он для меня практически родной, потому что я училинский, я, скажем так, у меня все дяди, все тети, даже тесть, и тот учился в Челябинске, в политехническом. Да, они там все изначально болели за трактор, когда были студентами, там, 70-е, 80-е, а сейчас вот они, конечно, за Салават болеют. Но я не испытываю какой-то личной неприязни ни к трактору, ни к Кагбарсу, ни к Магнитогорску, тем более, которая от Учелов в 100 километрах находится. Ну, просто вот везде должны быть эмоции. Если ты делаешь что-то, ты должен делать так, чтобы другой человек отозвался в любом случае, посмеялся или обозлился на тебя. Ну, хуже всего, если ты что-то делаешь, и это безразлично для зрителя. А так подразнить, мы же понимаем, что хоккей – это у нас внутренняя отдушина, это не цель всей жизни, допустим. Да, тот же страх у них в генах. Я помню, как Магнитогорские про это там целую статью, по-моему, написали, что вот Уфа ведет себя некрасиво. Ну, это же плей-офф тут у всех, нервы как наколены, и в течение двух недель ты можешь там с одним соперником воевать, он тебе так в сетях, ты ему так. И вот все это вот приводит к тому, что получается какие-то целые интернет-баталии, войны там. А за этими войнами ничего плохого не стоит. Это хорошее отношение. Я встречу своих критиков в Казани или в Магнитке, я буду рад их видеть и выпить с ними пиво. И это неоднократно было, это нормально, я считаю. Это просто… Мы для чего смотрим хоккей? Для эмоций. И я рисую тоже для того же самого. Камиль, а вам больше нравится, когда соперники и болельщики, которые видят ваши карикатуры, радуются, смеются или их триггерит с ваших карикатур? Нет, чем больше тебя хейтят, тем лучше для тебя, это же закон соцсетей. Я вон одним рисунком я стал знаменит на всю соседнюю республику, это года два назад. Я сначала был это неприятно шокирован, а потом понял, что если дергать людей за нежные места, то это лучше для тебя только. А вас узнают на улицах? Узнают, да. Просят там, сделай мне карикатуру побыстренько. Нет, это обычно в сетях пишут. На улице стесняются, а в сетях не стесняются. На улице просто там сфоткаться там. Ну всё равно, наверное, на какие-то ситуации реагируешь. Вот, допустим, вот это, да, это же не просто так. Наших болельщиков гостевых завешивали в Магнитогорске баннером и мешали болеть, то есть там части арены не видно. И то есть это заслуженные. Мне вот такой вопрос интересует. А другие клубы не пытались переманить? Ну то есть, а демпедрисуют за нас что-нибудь, а мы там заплатили? Нет, ну это я делал. Почему? Я очень долго, ну пару сезонов я работал с казанским изданием. Там, допустим, там мы рисовали. Я много чего рисовал, и мы рисовали даже этих, каких, вот возвращение Даниза Зарипова. Это вот как картина Рембрандта, да, возвращение блудного сына стоит. Белелединов такой там, добренький, и Данис на коленях у него там, и сзади начальство всей этой Татнефти. Вот, ну, я никому, в принципе, не отказываю. Это же моя профессия, это способ заработка, ну что-то такого. Вот, поэтому, но я сразу сказал, против салавата ничего, рисовать не буду. Но салават я тоже поддевал, конечно, когда они спалились там пару раз. А вот вы когда салават поддевали, было такое, что хоккеистам в личку писали, удали, удали? Ну, они так не пишут. Они, мы потом как бы обсуждали это с героями этой карикатуры. Они говорят, ну, а что делать? Ну, было, было. Они же, в принципе, как бы такие парни тоже. С юмором? Ну, и головастые, и с юмором, всё они понимают. Но бывает такое, что вы же, получается, сразу же выкладываете карикатуру, не обсуждая с героем? Нет, конечно. А какой интерес? Не было вообще ни разу того, что тебе, ну, хоккеист писал там, ты что, а пух? Нет, ну, бывает, пишут клуб. Хоккеисты редко пишут, а чаще пишут клуб. Они иногда могут и тему подогнать какой-нибудь, там, типа, давай вот обратим внимание на это. Я с удовольствием отзываюсь, конечно, и не за деньги, это же клуб. Ну, вот последние пару лет поменьше стало рисовать. Когда общественно-политическая повестка захватила, или в хоккее меньше стало таких событий, на которые хочется отреагировать? Да нет, почему? В прошлом году вот у нас, да, тот же авангард, серию с авангардом я смотрел с большим интересом. И если смотришь с большим интересом, я её и сопровождал, очень много рисовал. Я даже начал было готовиться уже как к барсу, что вот там добро пожаловать на кладбище домашних животных, что-то я рисовал такое, да, там, кошака какого-то. Ну, очень жаль, что это вот не случилось. А так я вот прошлый сезон, прошлый плей-офф, мне казалось вначале, что это будет просто какой-то фантастический, такое ощущение у меня было. Но, господа, согласитесь, начало прошлого плей-офф было очень огненное, то есть оно многообещающее было, и вот эта ковидная ситуация, она немножко оставила какой-то осадок. Согласен, и даже вот Уморк, да, в прошлом году он ещё зимой объявил, что он покидает в этом сезоне, и что он в этом сезоне чего-то добьётся, он нам обещал. Мы же все этого ждали, и очень жаль, что так всё получилось. Я вот даже был ужасно расстроен, когда вот прочитал, что вот зафрахтовали самолёт и улетели. Я думаю, блин, ну как так? Ну, потом могли бы не просто здесь застрять. Да, ну, оказалось-то, что всё правильно, но человек, он же всегда верит в лучшее. Я надеялся, что плей-офф мы доиграем, вот не знаю, там, что-нибудь придумают. Ну, потому что, ну, вот, искры летели. Ну, нет, ход без добра. Этот сезон, получается, не хуже, я думаю. Ну, согласен, да. Должен быть. Вот как раз говорили о том, что и своим достаётся, вот какие-то слова от Юлайова выносят мозг. Я был ужасно расстроен, тогда мы кому-то проиграли, конечно. Ну, это года два-три уже этой картинки. Ну, вот интересный ещё такой вопрос. Всё-таки художник, ну, художники обычно, мы представляем себе, что люди такие, да, возвышенные, то есть, как бы, не от мира сего, не очень интересуются вокруг происходящим. А у Камильев всё наоборот. Он всё время в повестке, все новости каждые. Иногда даже люди толком не знают, спрашивают, а о чём эта карикатура-то? То есть, они ещё эту новость не слышали, а он уже нарисовал. То есть, вот почему так? Почему именно вдохновение, черпав, вот, в актуале? Ну, художник, он вообще, как бы, он же деятель культуры. Ну, вот, я от культуры страшно далёк, да, вот, по карикатурам, он же важный вещь. Я могу там себе и выругаться там, ну, скажем, спрятать, но всё равно своё отношение к этому выразить, скажем так, ну, не бранными, а вот ругательными словами, да. Ну, это моё отношение. Не хочешь – не смотри. Я вот для себя вывел там. Но я понимаю, что большинство моих зрителей, они думают так же, как я. Я чувствую их и понимаю, что я попал. И очень здорово это вот ощущать единение, скажем так, ну, в большой группе людей, тех же вот, болельщиков Салат-Юлаев, допустим, или жителей Уфы, или жителей республики Башкортостан, да. То, что мы – это вот, мы, нас много, и мы вместе. Это же круто. Ну, и мы ещё раз прервёмся. Да, совсем короткий сюжет, потому что Екатерина смогла добраться до генерального директора Салат-Юлаева, Александра Курносова, задать ему тоже пару своих очень серьёзных вопросов. Александр Евгеньевич, вы делали что-то после прошедшей игры с игроками, что они вот в этой игре начали хорошо играть? Нет, это не моя работа, это работа главного тренера, тренерского штаба. И в период плей-офф с игроками я лично ничего не делал. Скажите, а вы носите с собой успокоительную аптечку, может быть, валидол, вот на случай таких игр, как сегодня? Самое хорошее средство, я всем рекомендую от вот таких нервных, это вот просто заниматься спортом. Я вот два-три дня вот каждый день хожу и плаваю. Вода оставляет все, весь негатив просто в воде, оставляю весь негатив в воде. И это действительно помогает. Желаю всем заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И скромный вопрос. После прошедшего, прошлого проигрыша, сколько вы были в зале? После прошлого проигрыша? Нет, ну я просто час плавал, и все, как бы. Хватило? Хватило. Спасибо. Посмотрели мы комментарии генерального директора, это уже после второго матча, вчера вечером. Екатерина, как вам? Вот вы не так давно как раз перебрались из Челябинска в Уфу, и как вам в Уфе хоккей и атмосфера, и в целом обстановка? Слушайте, ну вот, особенно после серии «Игры с трактором» я для себя сделала вывод, что какой город, такая и команда. То есть Уфа – это подожженный город. Ребята бегут, я процитирую, как будто дом горит, а кто-то пятится. Уфа два матча подряд бежала, как будто дом горит. Трактор встал просто в линейку и не пускал к своим воротам. Это какой-то скрытный, какой-то из-под тяжка, ну не сказать бы, что неприятный хоккей. Вот с Уфой мне больше нравится, если честно. Тут эмоции, тут огонь, пожар. Это круто. Ну, а если сравнивать на матчах атмосферу, то есть на трибунах? Что болельщики Уфы, что болельщики Челябинска одинаково топят за свою команду. Но хочу отметить, когда приезжают к Салавату Магнитогорск, наш сектор как-то контактирует на матче с фан-сектором Магнитки. Челябинский же сектор, вот я в сюжете подходила к ним, это, естественно, ОМОН стоит, они где-то в себе. И если взлетает шайба, у них какое-то дикое счастье, когда к ним залетает шайба, они сразу в депрессию, сразу начинается волна хейта в соцсетях, хотя ничего еще не произошло. То есть они очень-очень эмоциональны и чересчур чувствительны. Я думаю, и про Уфимских можно сказать то же самое абсолютно. У Уфимских, если смотреть, по ходу матчей прям меняется три раза настроение. могут Картаева полмача ругать, потом на руках носить, значит, это нормально. Наверное, это везде так. Я не думаю, что в каком-то другом городе есть какие-то другие болельщики. у каждого фан-сектора, у каждого болельщиков, у каждого клуба своя атмосфера. Челябинские, они суровенькие, прям кремень, вот они все днем кували железо, пришли поорать потом на трактор. Трубопрокат, например, 69. Да, то есть они там суровые, они серьезные очень и очень серьезно относятся к своим проигрышам. Не нужно так прям слишком серьезно относиться к проигрышам. Поэтому салаватом проще, они интереснее, они лайтови, прикольно. Ну не знаю, в Уфе тоже прям серьезные и сразу всех уволить, всех наморозить. Ну, это-то понятное дело, это коронная фраза любого болельщика после проигрышей, но мы быстро остываем. Трактор, ну видишь, они карались очень сильно в прошлом сезоне. В прошлый сезон у них не было вообще почти что положительных моментов, поэтому еще остаточное идет вот в этом сезоне. Ну тоже неудобно, когда команда сначала на дне, а потом в следующем сезоне наверху, то есть перестроиться тяжело. Честно говоря, они такие очень уверенные болельщики там, что мы салават все пройдем, кто там у нас следующий. Вроде, ну ладно, один хороший сезон регулярку мы провели, откуда такая уверенность? Это как автомобилист в прошлый сезон, да? Они же тоже так вот там. Да, и то есть команда-то давным-давно ничего не выигрывала, там советских времен не было трофеев, и да, то есть у них там бронза была в советское время, и все. В финале они в финале медали у них были, да, но все равно это, то есть в наше время медали это у салавата этих медалей. В Челябинск, это было мое детство, мне было 16 лет, Челябинск пил неделю после этого. Ну вот для нас медали это... Финал, финал, ну что мы в финал-то когда попадали, когда выиграли, только у Куба Гагарина еще, финал тоже достижение. Ну все равно у них, то есть у них частенько были периоды, когда вообще в плей-офф не попадали, то есть первый проход первого круга для них большое событие, как правило, и наверное просто поэтому болельщики любой более-менее успех тут же воспринимается, здесь у нас в Уфе, конечно, в этом плане спокойнее, да, спокойнее относимся, то есть ну прошли первый круг, как говорится, вот там финал конференции, ну хорошо, но хотелось бы, выше, то есть совершенно другое отношение. Ну я могу сравнить вот данную ситуацию как с ребенком и с взрослым человеком, взрослый человек уже наелся конфет, и у него уже ну есть конфеты, ну и черт с ним, если ребенку дашь вот корзинку конфет, он ее всю слопает, потому что ему очень редко ее дают, и он редко ест конфеты, поэтому так же с трактором, у него уже победа, то что он вышел в первый круг, в прошлый сезон это была большая чехарда с руководством, большая чехарда в составе, у нас сменилось в Челябинске два тренера, то есть у них очень больной сезон был, и поэтому сейчас то, что вышли, вышли на салават, вышли в первый круг плей-офф, со своим интересным хоккеем, они уже радуются, для них уже это счастье. И даже у них Кузи ведь нет, а как-то вот вышли же, страшное дело. Ну слушай, я читала у одного очень интересного журналиста статью, и он назвал Анвара Гатитули некромантом, то что он оживляет мертвую команду, может быть действительно так. Ну у него и выстреливают, ребята, в том же 18-м году, когда салаватом уступил, Кравцов, который сейчас уже состоявшийся хоккеист, был молодым начинающим, и он в плей-офф никто не ожидал от этого парня, что он станет лидером команды и потащит. Слушай, да, вот многое зависит от тренера, потому что в прошлом сезоне Кравцов уезжал в Рейнджерс, потом приезжал, его встретил с Кудро, по-моему, и отправил его в Челмет. Ну иди, развлекайся, вот у него был такой трансфер Нью-Йорк, трактор, Челмет, а с Челметом они поехали в Училы. Собственно, вот у человека карьерный рост, а в этом сезоне все-таки Анвар, я так посмотрела, в него поверил, и, видимо, не зря что-то он ему нашептывает на ухо, что тот так играть начал. Ну вот у меня к Дмитрию вопрос, как к тренеру, специалисту. У нас все-таки в Уфе когда-нибудь будет, такой, ну чтобы какой-то молодой, как вот Ничушкин в свое время, как Кравцов, сейчас, ну чтобы он взял в плей-офф и выстрелил и поверил за собой команду. Василевский. Вот был Василевский один раз и все, наверное, больше вот за последние именно 10 лет, наверное, больше никого назвать нельзя. То есть ребята какую-то планку держат, но вот чтобы прям лидером команды стать, пока мы такого не видим, есть предпосылки к такому? Ну вот да, у нас сейчас, как правильно Екатерина говорится, Шакир Мухаммадуллин, Амиров, вчера у него был момент, мог решить, он в 1-0 и башкиров. В первой ночи был. Башкиров были моменты, там шайба у него уперлась, как в скол льда, как будто и перескочила на пятаке прям. Поэтому, ну, тут сложно сказать, появится. Я думаю, конечно, если Амиров останется, то есть еще год-два, он вполне может стать полноценным лидером, решать, ну пока он сейчас идет на пути к этому, он сейчас хорошо смотрится, ему не хватает статистики немножко, вот в завершении. То есть в целом он смотрится хорошо, как, ну уже как молодой лидер команды. Сейчас он смотрится по этим играм даже первым-двум. Момент есть, уверенно держит шайбу, создает, двигается, но не хватает пока реализации, вот именно, то есть как этот, утвердить свои лидерские позиции, притязание на лидерские позиции, забить, там один-два, отдать, набрать там 2-3 очка, пока вот этого не хватает. А в целом смотрится он неплохо, но другой вопрос, останется ли он у нас. Чтобы он радовал нас, конечно, понятно, его желание понятно, наверное, и хочет играть с самыми сильными хоккеистами в самой сильной лиге, и на данный момент это НХЛ, мы его тоже понимаем. То есть если у него такое желание будет, и возможности есть, наверное, с большей вероятностью поедет. Ну, наверное, все-таки, возвращаясь к нашей серии, текущей, Дмитрий играл в Челябинске, как там болеют, тогда Екатерина оттуда, Камиль связан с Челябинским. Вот давайте попробуем предсказать, что ждет Салават Юлаев в Челябинске. То есть насколько будет там давление трибун, такое же, как в Уфе, на трактор будет так же давить, будет ли там так же горячо, скажем так, атмосфера? Алексей, конечно, будут поддерживать максимально кричать, гнать команду вперед. Ну, скажу честно, я вот играл, в принципе, карьеру провел. Единственное, кстати, я за трактор против Салавата играл. Не помню, в каком году, когда в тракторе был 13-й, по-моему, 13-14-й. Да, получилось на Уфу-Арене сыграть против Салавата. Не помню, как тот матч сыграли. Ну, скажу так, вот по себе, ты не слышишь обычно болельщиков, не слышишь, что происходит. Есть твои партнеры одинаково с тобой цвета в майках, есть соперники. Вот и все, в принципе, все, что есть. Ты не слышишь вот это все. Какой-то шум фоном ты слышишь его где-то, но ты все, все внимание, оно просто переключается уже за пределы, какие на коробке она никуда не выходит. Ну, энергетика-то, наверное, все равно передается. Нет, ты чувствуешь, что-то неосязаемое. нет, это передается, но в целом, как-то повлияет там или как-то, ну... То есть блондинку в третьем ряду не увидите? Ну, если присматриваться, можно, конечно, увидеть, но если тоже смотреть третий ряд, могут и в тело сыграть, что потом уже много чего не увидишь. Никакие блондинки не понадобятся. Лучше все-таки на лед смотреть и за игрой следить, а не за блондинками. На этом моменте наша женская аудитория взяла выключил выпуск, потому что, ну... Они бедные, ходят, наряжаются. Сейчас блондинок можно в соцсетях посмотреть после матча в всей красе. Я думаю, мы это вырежем, но вчера девушка приходила с кудрями на таких каблуках в первый ряд села, смотрит и прям выглядывает хоккеисту. Зачем? Не спрашивала в какой форме нашей? Нет, ну надо было спросить подойти. Бывает и такое, бывает. Она, может, не одна с парнем была? Нет, она пришла одна. Вот я послеживала за ней, потому что мне было интересно. Она часа... Я как женщина просто смотрю на нее. Три часа вот такую укладку делать нужно. Только три часа укладку. Не, ну... Вчера корпоративы еще были. Ты что, думаешь, она... Может, с корпоратива пришла? Мы будем ее оправдывать. А? Ну да. Или, может, до корпоратива. Постоянно мужская аудитория вы женщины всегда будете оправдывать. Молодец. Нарядилась, накрасилась. Молодец. И шла на хоккей. В кудрях. Да, в кудрях. Хоккей – это праздник. Как в этом... Как на праздник. В фильме, да. У меня экзамен всегда праздник, профессор. Так и есть. Это праздник. Каждый матч праздник, конечно. Катя, возвращаясь, как ты думаешь, что ждет Салават в Челябинске? Я хочу сказать, что победит сильнейший. Тот, кто победит, как говорится, за того я и буду болеть. Шутка. Нет, на самом деле, я все-таки склоняюсь к тому, что Салават своей предкостью он добьет Челябинский трактор. Эта ситуация мне напоминает ухаживание парня за девушкой. Вот она его так отклоняет, вроде отстаня. Вроде мой портфель ты можешь понести до дома. И вот как-нибудь либо трактор сломается, даст донести портфель, либо Салават плюнет и уже будет жестче играть. Жестче, чтобы силой... Тот же Жарков, да, он же практически в одиночку там всех раскидал, и он же импульс-то придал. Ну, действительно же. Мне, как зрителю, и то интересно. Важную роль, да, Владимир, что сыграл в этом матче. Трактор питается негативной энергией Салавата. Ему только нравится, когда тот начинает психовать. Когда у Салавата ничего не получается, он бьется, как об стену, да. 18-й год, мы помним, там вся серия так и сложилась, Салават бился-бился. Трактор от этого только уверенней становился. Мне кажется... Поэтому, конечно, как только Салават заиграл вчера во втором периоде у Салавата наконец-то полетело в ворота, Салават тут же задвигался, и трактор потерялся. Тут же мы обнаружили, что достаточно у них медленные защитники, не успевают, и хаос тут же. И вратарь так. Ну, и вратарь, в общем, да. И мы знаем, Федотов, в общем-то, не сказать, чтобы суперзвезда, если больше Салават из него делал, это суперзвезду, бросая в него чаще всего. Как всегда, да, Салават любит делать из, в общем, не самых известных, скажем так, вратарей, делать гашиков, делать прям звёзд. Поэтому я думаю, что, конечно, Салават надо просто играть в Челябинске. Надеюсь, на них всё-таки будет меньше давить атмосфера. Они будут как раз злее, агрессивнее, то, что как раз, наверное, и требуется. Слушай, Лёш, если бы мы выиграли два матча в Уфе, мы бы на таком кураже приехали в Челябинске, там была бы высока вероятность того, что мы бы проиграли. Сейчас мы в тонусе едем туда. Этот тонус нам очень должен помочь. Мне интересно, Екатерина, кто из Челябинска не пишет? Там предательницы? Пишут, пишут, пишут. Со мной не общается пресса. Кстати, когда я приехала в Салават, в Уфу, очень многие болельщики мне написали, что я предала родной клуб. Перед серией с трактором мне писали, ну, конечно, ты сидишь-то на трибунах у Салавата, на сердце, ты за родной город. Я говорю, а что мне этот родной город дал? Ты не думал, почему я уехала от этой команды? Делайте выводы. И многие пишут о том, что, мол, предательница, в Челябинск не возвращайся, всё ясно, вот так вот мы тебя воспитывали, а ты ушла к зелёной команде. Как оскорбление, как будто. Ну, то есть, если подводить итоги нашего разговора, рассчитываем, конечно, что в гостях Салават привезёт нам как минимум ещё матч, то есть пятый уже гарантирован, чтобы и на выезде Салават, ну, как минимум одну победу забирать нужно, желательно и обе. Мы вообще будем настраиваться и верить, чтобы три подряд выиграны, как бы ехали и готовились дальше. Ну, а как сложится, конечно, будем следить, смотреть внимательно, анализировать. Ну, будем заканчивать. Всем спасибо, что пришли, были рады видеть. Это был большой уфимский ха. Всем спасибо. Пока. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...